Здравствуйте! Президент России ежегодно обращается с посланием к Федеральному собранию. Но послание этого 2020 года вызвало необычайный интерес. И дело здесь не только о материнском капитале, который вырос на 150 тысяч рублей и выдают теперь его и за первого ребенка, но и во многих масштабных изменениях. Поэтому мы не можем не затронуть тему послания. Сегодня в подробностях с ректором Дагестанского государственного университета Муртазали Рабадановым. Мы рады вас приветствовать. Мне кажется, с вами наиболее интересно. Нужно обсудить все эти вопросы, в том числе потому, что мы перейдем к этому. Есть довольно-таки масштабный, мне кажется, образовательный блок в этом послании. Но сперва хотелось бы, чтобы вы сами поделились со своим впечатлением об этом послании. А у нас какое-то другое. Спасибо. Я, прежде всего, соглашусь с тем, что это послание, действительно, необычное. Оно необычное и по времени, и по своему содержанию. То есть в начале года. Да. Это первое послание озвучивается в начале года. И связано это с тем, что проекты, которые озвучиваются, они требуют, скажем так, скорейшего исполнения. И поэтому послание было озвучено в начале года. Ну и по сути, по содержанию оно крайне необычное. Потому что, во-первых, предлагается послание изменения в Конституцию. Предлагается изменение или передача полномочий, части полномочий от президента к Государственной Думе. Я имею в виду, прежде всего, процедура назначения федеральных министров, в том числе и силовых министров. Ну и нужно сказать, что само послание достаточно емкое. При этом послание не затронуты или совсем мало затронуты. Международные проблемы. И целиком послание посвящено внутренним проблемам озвучивания того, что у нас накопилось. И с самого начала, как озвучил президент, в обществе назрела необходимость перемен. Вот само послание как раз посвящено озвучиванию этого. Да, тем переменам, которые хотят люди. То есть считаете ли вы, что оно отражает те запросы, которые сейчас есть в обществе? Безусловно, я абсолютно согласен с такой постановкой вопроса. Я считаю, что и то, что потом последовала, кстати, отставка правительства тоже, оно связано с теми моментами, которые постановления были озвучены. Это все, я думаю, связано с тем, что в обществе действительно назрели проблемы, назрела необходимость. Более того, прямо послание озвучено, что назрела необходимость меняемости власти тоже. Но сейчас уже приступили к тому, чтобы реализовать эти тезисы, которые были озвучены в послании, по самому, скажем так, главному, наверное, учитывая, что это главный закон, по конституционному направлению изменения в Конституции. Как вы считаете, кроме выдвижения, здесь еще вопрос Государственного совета, его Владимир Владимирович назвал очень эффективным, вот все эти изменения в Конституции, это что-то крайне реформаторское, революционное? Это плохо или хорошо? Я думаю, что эти поправки Конституции, которые назрели, и кроме того, что вы озвучили, там предполагается внести поправку, связанную с тем, что решения международных органов, международных судов будут приниматься, если они соответствуют нашим законам, нашей Конституции. Кроме того, предлагается в Конституции закрепить индексацию пенсии. Я думаю, что это достаточно существенные изменения. И то, что важно, создана комиссия, куда входит и наш председатель Народного собрания, Федерий Саидов, по подготовке этих поправок. И соответствующие поправки, я надеюсь, что в ближайшее время они и будут приняты. Уделялось внимание социальному блоку огромное. Назвали это послание еще и самым дорогим посланием. Порядка 450 миллиардов рублей оцениваются все те изменения, которые предлагает Путин. Скажите, насколько это сейчас оправдано? Насколько это сейчас необходимо? Я говорю и о вопросах поддержки семей. Здесь об этом говорилось. Рождаемость увеличения прямых вливаний в народ. Вы знаете, вложение в социальную сферу, сам президент же озвучивает, что это все назрело. Он приводит конкретные цифры. Говоря о демографических проблемах, там же были приведены цифры, какие у нас коэффициенты рождаемости. Поэтому я считаю, что они и назрели, и необходимы. И то, что такое внимание было удалено этим вопросом, я считаю, что это один из больших положительных моментов данного послания. Если мы говорим о... Это затратно очень. Учитывая, что у нас не лучшее положение экономики на данный момент. Это затратно, но я думаю, что все расчеты до этого были проведены. У нас есть правительство, которое должно отвечать за эти затраты, вообще говоря. Много было сказано и о демографии, много было сказано, кстати, об образовании. Причем были затронуты практически все уровни образования, которые, начиная от детских садов, садей, ясли, начального образования, горячее питание для школьников первого и четвертого класса. И то, что это поддержка семьи опять-таки. И вещи образования, то, что прозвучало, это очень важный момент. Для нас, например, очень важно, что контрольные цифры приема на бюджетные места будут увеличены. И при этом президент однозначно озвучил, что особая поддержка должна оказываться региональным вузам. То есть вузам, которые расположены в регионах. А почему так? Почему не топовым федеральным вузам? Знаете, топовым федеральным вузам достаточно большая поддержка и так оказывается. Что касается поддержки региональных вузов, это очень важно, потому что региональные вузы, они привязаны к региональным проблемам. И подготовку специалистов региональные вузы введут, исходя из тех задач, которые стоят в регионах. Если мы хотим развивать регионы, то должна оказываться соответствующая поддержка именно региональным вузам. Здесь имеется в виду вузы, которые расположены в регионах. Не важно, это федеральные, региональные. Чтобы люди могли получить образование прямо тут. Да, речь идет о внимании к региональным вузам, скажем так. Я считаю, это очень важный момент. Ну и кроме того, говоря о высшем образовании, было озвучено о том, что студенты после первого года обучения должны получить возможность поменять профиль подготовки. С одной стороны, я вижу, что тут есть целый ряд проблем, но с другой стороны, может быть, это будет сделано в рамках укрупленных групп специальностей, может быть, это будет сделано, что студент после первого курса будет иметь возможность в рамках области образования поменять направление подготовки. Это мы увидим и посмотрим, как правительство это будет реализовывать. Но сам момент достаточно важный. Мы с этим сталкиваемся, когда студент, поступив на то или иное направление, через год считает, что он или ошибся, или сделал неправильный выбор. Или родители подсказали. Да, поэтому, мне кажется, вот такая возможность у студентов после первого года обучения, это достаточно тоже существенный момент. Ну и говоря, в общем образовании, вот то внимание, которое было уделено, в частности, классным руководителям, а мы знаем, что классные руководители, они как бы и большую воспитательную работу проводят, вот то, что в образовании мы говорим об учении, воспитании, вот то, что классным руководителям из федерального бюджета будет выделяться по 5 тысяч рублей, это тоже очень важный момент. При этом сохраняются те выплаты, которые сейчас делаются классным руководителям из региональных бюджетов. То есть это дополнительно из федерального бюджета было озвучено, что вот такая поддержка будет оказываться. Это очень важно. Вообще я считаю, что в системе образования в этом послании удалено достаточно такое акцентированное внимание, причем вопросы, которые затрагиваются, они тоже назревшие вопросы. Вот с учетом прошлого года. В прошлом году тоже было довольно емкое, довольно-таки, вот последние годы были послания довольно-таки емкие, и в том числе по необходимым темпам работ, которые должно было выполнять правительство, либо региональные власти, у нас появились национальные проекты. И в рамках них у нас везде что-то происходит, действительно, большими темпами. Но такая появилась у нас проблема, что сейчас до того много денег, что не успевают на разных уровнях. Если говорить об общем федеральном уровне, то неосвоено было в прошлом году 1 триллион рублей. Сейчас задачи поставлены еще выше. Ну, сумеем ли вы, как вы считаете, сумеет ли у нас вот наше вообще все общество, в том числе и власть, и вообще вот мы, страна, перейти вот на такие темпы, либо вот нет? Вы знаете, с одной стороны денег много не бывает, а с другой стороны, ну, я сейчас не готов анализировать, почему в таком общероссийском масштабе или общереспубликанском масштабе произошло неисполнение вот таких суммах. Но я могу сказать, что национальные проекты, они придали определенный импульс практически всем направлениям. Вот в качестве нашего, примера качества нашего университета, я вам могу сказать, что мы и по нацпроекту наука, и нацпроекту образования выиграли соответствующие проекты и провели их на достаточно неплохом уровне и намернее и дальше участвовать в различных проектах. Что касается вот создания научно-образовательного центра, который тоже озвучен в рамках национального проекта «Наука», тоже мы пытаемся создать такое консорциум, и я надеюсь, что этой части мы тоже сможем. И что касается научно-образовательного центра мирового уровня, я очень надеюсь, что мы сможем создать соответствующую программу создания такого центра и поучаствовать в федеральном конкурсе. Поэтому я считаю, что проблема в том виде, в каком вы озвучили, не о своеме, не денег, она безусловно есть, но соответствующие уровни должны проанализировать, я имею в виду правительство, я имею в виду министерство, каждый по своему направлению, почему это не удалось, почему возникла такая ситуация, потому или ино, но есть национальные проекты, у которых 100% исполнение, в том числе и у нас в республике, есть национальные проекты, где исполнение достаточно слабое, каждый из них требует отдельного анализа, и глава нашей республики озвучивал те проблемы, которые у нас есть, это связано и с тем, что у нас стартовая позиция была маленькая, слабая, ну и более ответственный подход может быть к расходованию. Лучше не израсходовать, чем израсходовать там АБК, для того, чтобы просто в конце сдать все. Лучше адресно израсходовать, с большим эффектом положительным, чем распилят. Ну и разбираться во всем этом, кто здесь виноват, одна из версий, что... Это не тема послания. Да, это не тема послания, но это тема того, что произошло после послания, то есть у нас новый премьер-министр... Я бы тоже напрямую не стал бы связывать с посланием, потому что указы майскими указами были введены в нацпроекте, на самом деле. Ну, в принципе, какие-то основные, мне кажется, Мурцелих Халатович, тезисы, направления этого послания мы обсудили. Но если вы считаете, может быть, что-то вы для себя помещали, что мы сейчас не обсудили из этого послания. Ну, на самом деле, послание это более объемное, его невозможно за такое время проанализировать. Мне, наоборот, ничего не сказали про здравоохранение. Но я отдельно хотел бы сказать вот той части, где наш президент коснулся, может быть, одной из главных событий этого года, 75-летия победы. Я считаю это очень важным. И то, что президент озвучил, что и архивы будут открыты, и та компания, которая в Европе, в Западной Европе, в некоторых странах идет по, может быть, ревизии результатов Второй мировой войны, мне кажется, очень важным, чтобы вот 70-летие победы, мы уделили особое внимание, а мы в университете, например, у нас будет специальный план мероприятий к этому юбилею. Вы уже готовитесь? Да, мы уже готовимся, мы считаем очень важным. Мы даже решили в этом году, у нас каждый год студенческая весна, которая апреля практически целый месяц у нас идет, она бывает тематическая. В этом году мы в качестве темы студенческой весны выбрали как раз военную тематику, 70-летие победы. Я считаю это очень важным и призываю всех вот в этой части принять самые активные участия. Итак, на этом, думаю, все. И спасибо вам большое за то, что сегодня пришли и обсудили с нами эту, мне кажется, очень важную тему. Спасибо вам, успехов всем. Это были подробности, сегодня говорили с ректором ДГО Мурзели Рабадановым. С вами был Тельман Раджабов. Даст Бог, еще увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok